Привет, друзья! С вами основатель и креативный директор студии конструирования и изображения дизайн-бюро Владимир Бероев. И сегодня прошла моя 180-я пробежка. Как раз сегодня стало теплее. То есть из тех 15-20 градусов, которые были на дворе в последние дни, в последние, пожалуй, пару недель. А сегодня наконец-то потеплело, правда стало влажно, выпал снег. Наконец-то я снял арафатку, которую я обвязывал в физиономию, чтобы дышать сквозь нее. Хотя мне говорили, что это не совсем правильно для дыхания. Тем не менее, это сильно помогало дышать вот в этот 20-ти градусный мороз во время пробежки. Таким образом, предпоследняя моя 179-я пробежка была ночью в парке Леонозово, тут, который через дорогу, через Алтуфьево. Бегал я тогда как раз в 2 часа ночи, это было позавчера. И, в общем, вполне комфортно можно было продолжать бег. Я напомню, уже начиная с апреля месяца, этого уже заканчивающегося года 2012-го, я начал совершать пробежки. начал с 2-3 километров, потом увеличивал до тех пор, пока не достиг отметки примерно в 6 километров ежедневных. Собственно, именно вот с этими 6-7-8 километрами я и продолжаю работать. Единственное исключение, точнее, можно сказать, это в первую очередь я, конечно, оправдываю ленью, то, что последние недели, последние, наверное, пару недель я бегаю через день. Оправдываю себя тем, что холодно, оправдываю себя тем, что долго возиться с одеждой, потому что вот куча-куча всего я на себя надеваю. Вот такая футболка волшебная, сочинская, да, и там дальше еще куча-куча, в общем, как капуста. Вот, тем не менее, дело это все равно не заканчивается, потому что оно дает огромное количество энергии, сил и помещается в правильную зону дискомфорта. Традиционно на каждой десятой пробежке я записываю какие-то мысли, основные на тех событиях, которые со мной произошли, собственно, вот в эти дни. И, пожалуй, одно из наиболее интересных и ярких событий, которое произошло со временем последней 170-й пробежки, это было мое выступление в Высшей школе экономики перед студентами, точнее, студентками, которое мне организовала моя хорошая знакомая Даша Царькова, о ней я уже как-то упоминал. Так вот, выступала перед студентами и студентками, проводил с ними семинар на тему счастья. То есть, те мысли, которые мне пришли в голову, я сформулировал, в этом, кстати, мне еще очень сильно помог также человек, о котором я уже говорил, Алексей Бурба. Вот, сформулировав все эти мысли, получилось, в общем, достаточно неплохое выступление, достаточно интересное, как мне показалось и, собственно, студенткам. Вот, еще раз спасибо за это Даше. А видеозапись этого выступления вы можете посмотреть у меня на страничке в Фейсбуке или на сайте designbureau.com, куда я точно так же его размещу. Безусловно, сильно помогла подготовка. То есть, во-первых, у меня были слайды с предыдущего выступления у Леонида Бугаева. На основе их я сделал такой сильный-сильный апгрейд всей темы и, соответственно, главный акцент поставил именно на тему счастья. Это то, что касается выступления. Следующий момент. Следующий момент касается то, что мы до сих пор допиливали, если можно так сказать, ролики, которые сняли с ребятами уже около месяца назад. Процедура, конечно, затянулась, но, тем не менее, является достаточно интересной. И немножко попозже я расскажу. Там был интересный один нюанс, касаемо работы с голосом. Ну, в данном случае с моим, да. Но, пожалуй, об этом я расскажу позже, поскольку несколько такой этический момент необходимо соблюдать все-таки. Также в предыдущую пятницу у меня прошла интересная очень съемка с прекрасной девушкой Наташей. Съемка с элементами ню. Получилось у нас красиво. Также мы работали с искусственным снегом. То есть обсыпали, делали всевозможные и наряды, и другие, скажем так, сценки и образы. И хочу поблагодарить визажиста Сашу, с которым мы уже работаем неоднократно, и которая в очередной раз подтвердила свой высокий профессионализм, потому как на сей раз надо было делать визаж не только для лица и волос, но и, в общем-то, для тела нашей драгоценной портретируемой. И еще хочу поблагодарить девушку Наташу, еще одну Наташу, за ассистирование. Действительно, все получилось очень здорово, красиво, и, на мой взгляд, таким образом, кстати, мы встретили 21 декабря, то есть пресловутый «Конец света», о котором так много говорили наши маркетологи. В эту пятницу у меня еще одна будет съемка. На сей раз я буду снимать целую семью. Параллельно мы решили сотрудничать в таком тестовом режиме с издательством Alpina Publisher на предмет того, что я буду также лицензировать некоторые книги. И буквально на этой неделе я дам рецензию одной замечательной книжки, о которой пока умолчу. Но это будет интересно, потому как и книга очень интересная, и, я надеюсь, получится нормальная интересная рецензия. Так что следите за новостями, следите за видеоновостями, которые будут появляться у меня на страничке в Фейсбуке. Хочу также еще разок сказать про пробежки вот в этот сильный-сильный мороз. Ощущение от них, конечно, крайне фантастическое, интересное. Особенно это было буквально позавчера, потому что бежать при свете Луны вот в этот вот 20-градусный мороз, это, конечно, ощущение какое-то новое и особенное. То есть мне интересно в беге открывать все время какие-то новые фазы, будь то вот эти пробежки большой толпой, как мы делали это с Найком, или теперь это пробежки с низкой температурой. То есть дополнительные эксперименты, которые можно проводить вокруг этой дисциплины, они тоже бесконечны. И поэтому открываешь новые стороны себя, открываешь новые стороны своих возможностей и сдвигаешь вот эту планку возможного все дальше и дальше и дальше. То есть если раньше сложно было даже подумать о беге как таковом, то теперь начинаешь искать, а как и где лучше, в каких более сложных даже условиях побегать. Конечно, други, я хочу очень вас сильно поблагодарить, в очередной раз поблагодарить за все эти комментарии, все эти лайки, которые вы ставите, которые вы пишете. Мне это искренне очень сильно помогает, очень сильно поддерживает. И вот совсем недавно я поставил про-версию программы Run Testing, которая отслеживает. Она позволяет в реальном времени следить, в общем-то, за дистанцией. И там есть кнопочки внизу под вот этой картой в реальном времени, там есть кнопочки внизу, где можно подбадривания такие запускать, чиры. И некоторые из вас это делают, за что, опять же, спасибо. В общем-то, это очень сильно помогает мне дополнительно мотивироваться. То есть я все это слышу, ответить, к сожалению, в тот момент не могу, но я все это слышу и действительно, знаете, как будто какая-то дополнительная, появляется такой стимул не останавливаться, двигаться, 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 двигаться. Вот, то есть все эти вещи вижу и огромное вам спасибо. И, в общем, нажимайте на эти кнопки, это очень приятно. Поэтому спасибо. Спасибо также всем, кто смотрит мои выступления, мои семинары, пишет, отставляет свои комментарии. Тоже все очень ценно, очень приятно. И вот эта обратная связь, она позволяет улучшать процесс на каждой его стадии. Следующая запись с пробежек будет уже в новом году, в 2013. Поэтому хочу поздравить вас с наступающим. Лично для меня этот год получился просто фантастически интересным. подарил знакомство с просто бесконечным количеством потрясающих людей, с новым событием себя. В этом году, наконец-то, я сбросил вес. Причем сбросил вес достаточно прилично, это на 12 килограммов. То есть 107 килограммов у меня было в начале года, в апреле. Сейчас это уровень 94 килограммов, 95. Вот он так варьируется. Поэтому для меня лично этот год был очень здоровским, очень интересным, очень насыщенным. И, пожалуй, за многие другие годы, наверное, наиболее эффективным с точки зрения трансформации и новых мыслей понимания себя. Огромное спасибо вновь я хочу сказать такому человеку, как Леонид Бугаев. Пожалуй, в этом году этот человек оказал чуть ли не самое существенное влияние на мою жизнь. Хочу огромное спасибо сказать Наталье Бойченко. Это замечательная художница и куратор галереи G8 в Горках 8. Это также для меня человек, портал, можно так сказать, который меня ввел в совершенно новый круг людей, новый круг событий. Также спасибо Сергею Юдину, спасибо Саше и Татьяне Прониным. Спасибо ребятам, с которыми я также познакомился в этом году. Это Алексей Бурба, которым я неоднократно говорил. И массе-массе-массе-массе-массе других девушек и мужчин. И всем-всем-всем, кто находит новые горизонты в жизни и открывает новые какие-то ее грани. Как для себя, так и для окружающих. Еще одну благодарность я хочу сказать человеку, который оказал в мою жизнь влияние, наверное, в прошлом году. Это Игорь Александров, человек, у которого я проходил тренинг личностного роста. Наверное, тот тренинг для меня послужил сильной отправной точкой для трансформации, которые уже были в этом году. Поэтому за это Игорю Александрову просто поклон до земли. Так что, друзья, с наступающим. Увидимся в следующем году. Не останавливаемся, движемся дальше. И становимся круче, лучше, веселее, активней, эффективней. И все у нас получится и будет круто. Обещаю. Пока и с Новым годом. Субтитры сделал DimaTorzok